Традиционно почечноклеточный рак считается радиорезистентной опухолью и классическое облучение в стандартном режиме 2 грея за фракцию, к сожалению, не оказывает сколь-либо значимого терапевтического противоопухолевого эффекта. В то же время все мы прекрасно знаем результаты радиохирургического лечения у пациентов с метастатическим поражением головного мозга, где показатели эффективности, в частности показатели локального контроля в подавляющем большинстве исследований, превышают 90-95%. К сожалению, длительное время техническое несовершенство оборудования не позволяло проводить стереотоксическую лучевую терапию или радиохирургию у пациентов с экстракраниальной локализацией опухоли. Но, слава богу, ситуация принципиально поменялась за последние годы, мы получили возможность проводить радиохирургическое лечение у пациентов с экстракраниальными опухолями, и в частности на сегодняшний день активно изучается радиохирургия и у пациентов с опухолями почки также. Безусловно, у таких пациентов хирургическое лечение стоит на первом месте, и во всех рекомендациях об этом речь идет, и длительное время, скорее всего, так оно и будет. Но, к сожалению, далеко не у всех пациентов хирургическое лечение возможно. И какие же альтернативные варианты у нас есть? Один из новых методов – это радиохирургическое лечение. И хотелось бы представить собственные результаты по оценке возможности применения радиохирургической методики у пациентов с первичной опухолью почки. И, конечно, здесь наиболее востребованная, наверное, категория пациентов – это пациенты с опухолью единственной почки, у которых достаточно высок риск хирургического вмешательства. К сожалению, не так много пациентов вошло в наши исследования, несмотря на то, что мы занимаемся этим уже более пяти лет. Ну вот, 7 пациентов, результаты по которым представлены, как правило, все пациенты пожилого возраста от 65 до 80 лет. Разных объемов опухоли облучались от 26 до 150 кубических сантиметров. У двух пациентов отмечалась макрогематурия на момент начала лечения. Разные дозы мы использовали. В основном это обусловлено расположением критических структур непосредственной близости от мишени от 36 до 45 грей за 3-5 сеансов. Медиана наблюдения достаточно длительная – 34 месяца, но и некоторых пациентов мы пронаблюдали более 40 месяцев. За весь период наблюдения локальный контроль отмечен у всех 7 пациентов и сохранялся на протяжении всего периода наблюдения. У двух пациентов, из тех, у которых была изначально макрогематурия, мы отметили стойкое купирование макрогематурии через несколько недель после проведенного радиохирургического лечения. Нежелательных явлений 3-4 степени не отмечалось. Из наиболее распространенных побочных эффектов отмечалась астения 1-2 степени, но это классическое осложнение у пациентов после радиохирургического лечения. Астения оккупируется на протяжении нескольких недель после проведенного лечения. Отмечалось некоторое транзиторное повышение уровня креатинина после облучения, но также возвращалось к исходному значению через несколько месяцев после проведенного лечения. И превышение уровня креатинина составляло не более 25% от начального значения. Конечно, кому-то эти показатели покажутся не очень правдивыми, 100% локальный контроль это всегда вызывает какие-то сомнения, но здесь, наверное, это связано отчасти с тем, что не очень большое количество пациентов, всего лишь 7 больных. Ну и обзор литературы позволил нам найти еще одно похожее исследование шведских коллег, у которых также было 7 пациентов с опухолью единственной почки. Медиана наблюдения здесь побольше, 49 месяцев, некоторых пациентов и до 70 месяцев наблюдали. У 6 пациентов из 7 отмечен локальный контроль, у одного пациента был отмечен продолженный рост в зоне облучения, и этот пациент прошел повторный курс стереотоксической лучевой терапии. Ни у одного из пациентов в представленном исследовании, так же, как и в нашем исследовании, за время всего периода наблюдения гемодиализ не потребовался, при том, что некоторых пациентов наблюдали по 50-70 месяцев. И мне хотелось бы представить один клинический случай, на наш взгляд, достаточно интересный. Мы его презентовали прошлым летом на конгрессе Американского общества радиохирургов в Орландо. В Америке сейчас очень большой интерес к радиохирургии у пациентов с опухолью почки. Это пациент 45-го года рождения, изначально с синхронным раком обеих почек, которому была выполнена в 2012 году одномоментная нефрактомия справа и резекция левой почки. И через год обратился пациент повторно с жалобами на макрогематурию. При обследовании был выявлен рецидив опухоли в единственной резекцированной левой почке. Из-за размеров опухоли, из-за выраженной сопутствующей патологии и высоких рисков хирургического вмешательства в хирургическом лечении в повторной резекции пациенту было отказано. При обследовании по данным МРТ можете видеть достаточно больших размеров объемное образование в резекцированной левой почке. Хирурги предложили пациенту нефрактомию с последующим переводом на гемодиализ. От этого лечения пациент воздержался, обратился к нам с целью сохранить функцию единственной почки. Мы выполнили биопсию, получили верификацию, почечноклеточный рак, светлоклеточный вариант. И провели курс стереотоксической лучевой терапии. За три сеанса мы подвели 36 грей. Пусть вас не смущают такие скромные цифры, 36 грей, подведенные за три сеанса, это не 36 грей, подведенные за классическом фракционировании. Здесь, если пересчитать в классический режим, это эквивалент чуть более чем 100 грей. Наша задача в этой ситуации была сохранить здоровую паренхему почки. На нашу удачу опухоль располагалась в верхнем полюсе резицированной почки. И наша задача состояла в том, чтобы максимально снизить лучевую нагрузку на здоровую паренхему. И, слава богу, техника это позволяет. Вот по представленным изодозным кривым вы можете видеть, что опухоль спадает в несколько раз при удалении буквально на несколько миллиметров от мишени. Объем мишени составлял 150 кубических сантиметров с отступом 5-миллиметровым на погрешности укладки на микрораспространение. Объем мишени составил 220 кубических сантиметров. Облучение выполнялось с использованием системы слежения за дыханием. Это обязательный этап, поскольку почка достаточно сильно смещается при дыхании. Вы можете видеть разницу в покрытии мишени. И вот зеленые и синие графики – это лучевая нагрузка на здоровую паренхему, на прилежащую тонкую кишку, на спинной мозг. Разница достаточно существенная, несмотря на то, что эти структуры находятся в непосредственной близости друг от друга. Через два года при контрольной МРТ мы можем видеть достаточно существенное уменьшение размеров опухоли, более похожее на фиброзирование или склерозирование, на диффузионно-взвешенных изображениях гиперинтенсивного сигнала и активной опухолевой ткани не определялось. Но, к сожалению, на контрольном МРТ через два года было выявлено подозрительное новообразование в лоханке, этой левой почке. Пациента стали обследовать. Через два месяца после этого МРТ пациент уже предъявлял жалобы вновь на макрогематурию. Он приехал к нам на дообследование, мы отправили его к урологам. Дважды выполнялась уротерапия и лоскопия. Но, к сожалению, верификации получить не удалось, так как при малейшем контакте опухоль начинала кровить. Все, что нам удалось, это обнаружить атипичные опухолевые клетки в цитологическом исследовании мочи. Хирургами, опять же, пациенту была предложена нефректомия с переводом на гемодиализ. Вновь пациент от этого лечения воздержался. Пока он дообследовался, пока выполнялась пилоскопия, опухоль в два раза увеличилась в размерах. Мы оценили все риски и решили попробовать провести повторное облучение, но уже опухоли в лоханке. Вот так это образование выглядело, достаточно больших размеров. Здесь мы использовали немного другой режим фракционирования. За 5 сеансов мы подвели 40 грей. Пусть эта картинка вас не смущает, мы облучали пациента в положении на животе, так удобнее и безопаснее с точки зрения облучения кишки. Опять же, здесь задача стояла снять максимально лучевую нагрузку с паренхима, с паренхима почки. Объем этого образования в лоханке составлял 22 кубических сантиметра, но со всеми необходимыми отступами 55 кубических сантиметров. Макрогематурия была вновь купирована через 2 недели после облучения, и эпизоды макрогематурии не повторяются и на сегодняшний день за весь период наблюдения. Спустя 4 месяца на контрольном обследовании можно видеть значительное уменьшение размеров опухоли в лоханке. Какие возможные осложнения при применении этой методики у всех пациентов и у этого в частности? Конечно, это лучевое повреждение прилежащих критических структур. В первую очередь тонкой или толстой кишки. Возможный фиброз лоханки, как позднее послучевое осложнение, и почечная недостаточность. Но, к счастью, у данного пациента ни одного из этих осложнений на сегодняшний день не отмечено, несмотря на то, что мы его наблюдаем уже 45 месяцев с момента облучения опухоли почки, и 17 месяцев прошло с момента облучения опухоли лоханки. И в заключении мне бы хотелось показать вот этот слайд ангионефроцентографии, который мы выполняем обязательно всем пациентам в динамике. Вот такую картину обычно мы видим спустя год-полтора после проведенного лечения. Это абсолютно немая некровоснабжаемая зона, в которой проводилось облучение, и функционирующая прилежащая паренхима почки, что позволяет нам говорить о том, что эта методика действительно исключительно локального воздействия, которая позволяет эффективно воздействовать на опухоль, при этом сохранять функцию почки. Спасибо за внимание.